Всем привет! Меня зовут Наталья Раим Жалгострад. Наталья Кешарх. Здравствуйте, Раим Ранат, Карлы Кеш. Коротко о том, что произошло сегодня. Снова смерть нашей соотечественницы за границей. Что рассказала мама Аселя Тпаевой? Девушка погибла в Грузии при загадочных обстоятельствах. Могла ли она покончить жизнь самоубийством? Всем миром! Казахстанцы собирают деньги и вещи пострадавшим в пожаре в Восточном Казахстане. С каких городов идет помощь? Кто еще поддержал акцию, кроме продавцов и таксистов? Нежданные гости. Как приняли в Акимате необычных посетителей? Куда делись сельскохозяйственные угозья? Где пасти мелкий и крупный рогатый скот? Бесполезный и опасный. В каком медучреждении обнаружили вместо антисептика жидкость с ядовитыми веществами? Есть следы метанола. Кто производитель дезинфицирующего средства? И кто ответит за обман? Еще одна жительница Казахстана теперь никогда не вернется в свою страну. Второй день подряд СМИ нескольких стран обсуждают новость о гибели 26-летней осели Айтпаевой в Грузии. Она погибла при загадочных обстоятельствах. Но мать осели уверена, что это не было самоубийством. Именно такой версии сейчас придерживается следствие. По официальной информации, гражданка Казахстана выпала из окна девятого этажа в Тбилиси. Перед смертью осель успела отправить подруге аудио сообщение, что она попросила в тот роковой момент и кому адресовала его. Ардак Камал попытался разобраться в этой непростой истории. 26-летняя осель работала администратором в столичном фитнес-клубе, когда получила приглашение на работу от Мурата, мужа двоюродной сестры. Трудиться девушка должна была в компании, продающей автомобили. 27 апреля она вылетела в город Рустави. Там, по словам родственников, ее встретил некий Айдос, мужчина из числа местных и зять Мурат. Позже осель уехал в Тбилиси. Родные осель считают, что именно Мурат причастен к изнасилованию осель, а позже он якобы обменял осель на машину. Руку в сердце тебе даю. Не так было? Я не хочу замуж ходить. Из окна ходила, якобы, ногу выставила. А что ты не прыгнула? Хотите, я сейчас прыгну. Прыгни. Ты не прыгнешь ни разу. Это аудиосообщение осель отправила подруге ночью 5 мая. В этот же день девушка упала с девятого этажа и скончалась. Следственные органы в Грузии установили, что перед этим над ней надругались. Главный подозреваемый, 57-летний бесик Тордуа, задержан. Ранее Тордуа был судим. Грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Если вина будет доказана, задержанному грозит суровое наказание. Виновным мужчина себя не считает и отказался от адвоката. Следующий процесс назначен на 23 июня. Подозреваемый под стражей. Грузинские СМИ сообщают, что осель уже приходила в полицию с жалобами на угрозы и физическое насилие от Мурата. Но реакции не последовало. Мурат был владельцем автокомпании, где работала погибшая. Он вернулся на родину и получил подписку о невыезде. Грузия требует его выдачи. По данным мамы погибшей, один из фигурантов по имени Айдос тоже задержан. Грузинские телеканалы распространили информацию от очевидцев, которые якобы видели, как осель выкинули из окна. Мать просит предоставить ей эти кадры. Ардак Камал, информбюро Алматы. Тревожные новости поступают из Казани. Там произошла стрельба в одной из гимназий. Число жертв трагедии выросло до 9 человек, сообщил журналистом президента Татарстана Рустам Миниханов. Известно, что в школу с оружием прошел 19-летний местный житель. Среди погибших 7 учеников. Одна учительница и одна сотрудница школы. В данный момент 18 детей находятся в детской республиканской клинической больнице. Среди них есть и дети с огнестрельными ранениями и с переломами. Шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще трое взрослых с огнестрельными ранениями находятся в других больницах Казани. Правоохранители установили личность, открывшую стрельбу в казанской школе. Им оказался 19-летний Ильнас Галявиев. По некоторым данным, молодой человек ранее учился в этом учреждении. У него не сложились отношения с преподавателями и одноклассниками. Возбуждено уголовное дело. Расследованием займется Центральный аппарат Следственного комитета России. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Пожар в Восточном Казахстане потушен не до конца. Огонь ликвидировали внутри населенного пункта. Тем временем, сегодня был задержан предполагаемый виновник возгорания. Лесной пожар возле города Ридер начался днем 10 мая. Огонь быстро перекинулся на жилые дома. Пострадали около 60 жилых строений. Жители были эвакуированы. Известно, что погибла 73-летняя женщина. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии поступили в больницы. Огонь оставил без домов 83 человека. Комиссия обследует строение для возмещения материального ущерба. Часть погорельцев разместили в общежитии. Остальные ютятся у родственников. Президент Касымжмар Тукаев взял эту ситуацию под контроль. По последним данным, площадь пожара составила 283 гектара. В тушении приняли участие 500 человек, 700 единиц техники и два вертолета. Конечно, эти жуткие кадры пожара не оставили равнодушным никого. Со всех концов республики поступают предложения о помощи. Граждане перечисляют деньги пострадавшим и делятся последним. Бизнесмены отправляют продукты питания. Депутаты парламента перечислили погорельцам свой однодневный заработок. О сплоченности и милосердии Индира Кокимова. Волонтер Татьяна Бердман, как и ее друзья, почти сутки на ногах. Еще прошлой ночью они в числе первых начали формировать газели с вещами, продуктами и медикаментами для пострадавших в Ридере. На данный момент я сама выезжаю туда и там уже на месте будем вот эти все вопросы мы решать. То есть доставку, две машины везем, одну машину с вещами, одну машину с продуктами и на месте уже будем координировать и конкретно то, что в списке, чтобы у нас были, чтобы распределять вот эту помощь. К счастью, желающих помочь немало. К моменту съемок только этот пункт в Усть-Каменогорске собрал помощи на 2 миллиона 600 тысяч деньги. Собрали вещи, хотим сейчас тоже еще продуктов купить. Не хотим оставаться в стороне, потому что жалко, что такое происходит. Помощь в Ридер, который находится в трех часах езды от Усть-Каменогорска, отвозят на машинах. Водители вызвались это делать абсолютно бесплатно. Мы узнали, а потом уже создали группу такси-волонтеров и начали по городу работать уже. Газели, получается, наши городские, они на погрузке стоят. Вещей все для помощи Ридера. Помощь погорельцам организовали и представители бизнеса. Депутаты парламента перечислили однодневный заработок. Областные власти обещают отстроить новый микрорайон до конца лета, а место пожара рекультивировать и оградить 50-метровой защитной полосой, чтобы не допустить повторений трагедии. Я хочу передать всем жителям города Ридер, всем, кто здесь пострадал. Безусловно, этот факт вызывает моё огромное огорчение и сожаление. Но мы сделаем всё возможное. Все, кто потерял жильё, получат его. Мы сделаем, сейчас мы посмотрим, какой из домов здесь можно восстановить. Если кто-то захочет, чтобы был восстановлен дом, мы его восстановим. Восстановим, будем так говорить, за счёт государственной присутствия. Каждой семье при поддержке спонсоров выделят по одному миллиону тенге. Сейчас пострадавшим предоставили места в колледже и профилактории местного предприятия. С людьми работают психологи. Индера Кокимова, Илдос Жупанов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область. Миллионы долларов наличными. Обыск и задержание судьи. Именно такими хэштегами обросло дело Светланы Жулмановой, в кабинете которой нашли пачки долларов. Сегодня сама представительница Фемиды рассказала, что стала жертвой провокации. По её словам, это спланированная акция. Кого обвиняет судья и на какой стадии расследования, расскажет Нургали Карабаев. Судья Светлана Жулманова почти две недели как не сходит со страниц информационных лент. Новость о том, что у неё нашли более 4 миллионов долларов, растиражировали СМИ и социальные сети. Но позже городской суд опроверг сообщение и сказал, что в кабинете суди изъяли 10 тысяч долларов. А дело ведётся по статье «мошенничество». Сама судья говорит, что закон не нарушала и денег не брала. А обыск и информационная атака на неё – это спланированная акция. А инициатор её начальства, уверена представительница Фемиды, говорит, что таким образом её хотят выжать из системы за постоянные возмущения. Я заступалась из-за других специалистов, которых увольняли незаконно. За судей заступалась. Я видела, всё это при мне происходит. И тогда они всё время говорят, ты почему всё время возмущаешься открыто? Я говорю, я буду возмущаться. Почему это суди? Мы судьи независимы, мы неприкосны, нам никто не может указывать. И тогда у нас противоречие произошло, конечно, уже сразу с новым председателем. Я думаю, что это всё спланировано, организовано моим руководством и сотрудникам КНБ. Судья не отрицает, что в момент обыска у неё нашли 10 тысяч долларов. Говорит, что это её собственные деньги, на которые планировала купить в ипотеку жильё своей маме. Деньги после обыска изъяли и приобщили к делу. Адвокат Светланы Жолманова тем временем возмущена тем, что дело ведёт КНБ. Дела, которые связаны с коррупционной и с мошенничеством, когда оно связано с использованием служебного положения, это антикоррупционная служба. Дела, которые чисто мошенничество, это органы внутренних дел, департамент полиции, управление полиции. Там, где нанесён ущерб государству, служба экономического расследования. То есть это не компетенция органов национальной безопасности. И если у них было возбуждено уголовное дело, то сейчас они обязаны передать по последствии. В городском суде Алматы на обвинение Светланы Жолмановой не ответили за комментарием, просят обратиться в следственный орган. КНБ, в свою очередь, не комментирует дело. Там ссылается на тайну следствия. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы. Необычную картину наблюдали сегодня сотрудники одного из районов Акиматов Туркестанской области. К местной мэрии пригнали скот. Это сделали жители Козыгурского района намеренно. Люди объяснили это тем, что пастбищные земли у них отобрали, на них высадили пшеницу, а коров теперь приходится пасти на свалки. Бахром Абдулаев продолжит. У Акимата сельского округа Карабау Козыгурского района сегодня очень шумно. Более 500 голов скота сюда пригнали на выпас. Так люди выразили свое отчаяние. Ведь в округе, по их словам, нет ни одного гектара свободной земли, пригодной для пастбищ. Как вы видите, здесь по обе стороны пассивные поля, а посередине мусорный полигон. Нам ничего не остается, как пасти скот именно на мусорке. Да, скотина гибнет иногда от того, что проглатывает острые предметы. А что делать, если скот зайдет на пассивное поле? То придется платить штраф. Таких денег у нас нет. Отцы и деды собравшихся скотоводов в 1993 году добровольно вошли в состав колхоза на условиях пая. Предоставили свои земли и технику со скотом. Колхоз развалился, а земли разобрали в частные руки. Люди говорят, что закидали письмами и жалобами районные и областные акиматы. Даже до министерства сельского хозяйства дошли. Но видимых результатов нет. В ноябре прошлого года мы подняли шум, тогда к нам приехала комиссия. В тот момент нам сказали создать кооперативы, которым можно передать паевые земли сельчан на доверительное управление. Создали три кооператива, но земель до сих пор не получили. Кто в этом виноват? Здесь якобы в окрестностях нашего села выращивают элитные сорта пшеницы. На наших землях, которые в 2008 году ушли в частные руки. По словам директора компании, выращивающей пшеницу, на их балансе действительно числятся почти 6 тысяч гектаров в этом районе. Там работает порядка 80 человек. Но просто так вернуть людям земли не в их компетенции. Я лишь исполнитель, и такие вопросы не решаю. А владелец земли – Национальный аграрный научно-образовательный центр. В аграрном научно-образовательном центре сообщили, что земли эти по-прежнему государственные. А значит, и возвращением земель должны заниматься госорганы. В Акимате Казугурского района нас заверили, что уже ведут работы по возврату 577 гектаров пастбищных земель из квази-государственного сектора в пользу кооперативов, созданных местными жителями. Вот только когда люди увидят результат этой работы, в Акимате затруднились ответить. Бахрам Абдулаев, Жан-Серебором Баев, информбюро Туркестанской области. Похоже, что ситуация с коронавирусом в Казахстане пошла на спад. Во всяком случае, об этом говорят цифры. Уже почти как два месяца статистика неумолима. В день врачи регистрировали несколько тысяч заболевших по всей стране. Сегодня количество новых случаев заболевания коронавирусом не превысило 2000 человек. А если быть точнее, это 1766 заразившихся. Так, в санэпидситуация пока соответствует оптимистичному прогнозу Минздрава. В прошлом месяце глава ведомства Алексей Цой предполагал, что регистрация до 3000 заразившихся в сутки – утешительный показатель. При реалистичном сценарии в Минздраве считают, что возможна регистрация до 4000 случаев в сутки с пиком в середине мая, пока всплеск не наблюдается. Смертность сохраняется примерно на том же уровне. За сутки скончались 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом, еще 5 с признаками коронавируса, но отрицательным ПЦР. Число вакцинированных до сих пор не достигло 2 миллионов человек. Первый компонент получили около 1 миллиона 700 тысяч граждан. В красной зоне до сих пор находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области. В желтой зоне еще 5 регионов и в зеленой – 6. Карагандинские активисты, подавшие иск против главного санврача области, проиграли суд. Они требовали отменить его постановление о карантинных ограничениях, как нарушающие Конституцию, и сам отказали в полном объеме. Однако они считают, что судебного разбирательства фактически не было. Я никогда не видела, чтобы судья не препятствовала в проведении прений. Я никогда не видела, чтобы судья, назначив судебное заседание, не подключала сторону процесса к этому судебному заседанию. Что происходило именно со мной. Четверо ИСО, в том числе Ирина Фурсова, в начале мая подали иски с требованием отменить постановление главного санврача Карагандинской области Юрия Залыгина. Активистки посчитали нарушением их права обязательное ношение масок, запрет на передвижение междугородних автобусов, закрытие объектов бизнеса. Все это, по их мнению, нарушает конституционные нормы, права и свободу человека, создают дискриминацию по роду деятельности, создают угрозу жизни и наносят вред здоровью. Иски объединили в один процесс, но ни один истец не смог поучаствовать в прениях. Их просто не подсоединили к онлайн-заседанию. Позже они узнали, что суд закончился, и им отказано в удовлетворении их требований. Женщины помимо апелляции намерены выдвинуть новый иск в отношении главного санврача республики. Мировая звезда бокса Геннадий Головкин выпустил продукцию безалкогольных напитков. Вода разливается под классическую музыку, которая благоприятно влияет на структуру молекул. Ее употребление способно повысить иммунитет человека. Трипл-Джи. Сделаем добро вместе. Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. Опасный антисептик закупил Алматинский кардиоцентр. 450 литров дезинфицирующего средства якобы руднинского производства приобрели по госзакупу. В итоге выяснилось, что жидкость не только бесполезна, но даже опасна. В ее составе нашли следы ядовитого вещества. Но производитель уверяет, что это подделка под их продукцию. Экспертиза показала, что следовые какие-то следы спиртов есть. Не 60-70%, как это должно быть в антисептиках. И есть следы метанола. Поэтому врачи кардиоцентра в Алматы сразу забили тревогу, так как жидкость была без специфического запаха и другой консистенции. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы, а производители антисептиков вышли в палату предпринимателей с предложением ужесточить требования для поставщиков дезинфицирующих средств по госзакупу. Бизнесмены просят применить к закупу антисептиков такие же требования, как для приобретения медицинского оборудования. Их предложение поддержали. Надо переориентировать саму систему госзакупок. Она должна основываться на качестве безопасности товаров, работы и услуг, а не на цене, как в настоящее время происходит. Лицензию очередного вуза приостановили в Казахстане. В университете иностранных языков и деловой карьеры 97% обучающихся не смогли подтвердить полученные знания. Множество нарушений выявлено в ходе проверки этого университета Министерства образования и науки. Что будет с университетом и что делать с студентом, расскажет Жанна Тайтенова. Низкое качество образования, некачественная подготовка кадров и множество других нарушений выявили специалисты МОН в одном из крупнейших вузов страны. Мало того, что рейтинг университета ощутимо снизился, так еще начали подводить платформы, по которым обучались студенты. Учащиеся уверены, что приостановить работу заведения прямо в конце учебного года несправедливо. Ну раз закрывают, значит есть какие-то определенные факторы, которые поспособствовали. Ну закроют, переведемся в другой вуз, ничего страшного. В плане работы университета есть небольшие затруднения. А какие именно? Ну, как и во всех вузах, проблемы с расписанием, проблемы с этим дистанционным обучением. Между тем, ревизию здесь начали проводить именно по обращению самих студентов, сообщили в комитете. Занятия проводятся не по расписанию. Потом проверялись письменные работы, курсовые работы, дипломные работы. И факт такой, что курсовые работы не проверялись на заимствовании из других письменных работ. Дипломные работы, даже если выявлялись такие факты, они допускались к защите. Руководство вуза с таким положением дел не согласно. Администрация уверена, судить о уровне знаний студентов по тестовому срезу преждевременно. Для этого нужно экзаменовать всех учащихся. Это как минимум 2050 человек. Другие нарушения в деканате обещали устранить в ближайшие сроки. Во время проверок тестировались только студенты третьих курсов. Это 274 учащихся. Экзамены проводились по четырем предметам. Вот среди них 97% не смогли преодолеть пороговый бал. Но это не значит, что абсолютно все студенты провалили проверку. В 2019 году глава государства поддержал Министерство образования по вопросу самостоятельного отзыва лицензий у частных вузов, чьи учебные программы и уровень обучения не соответствуют требованиям времени. В 2020 году внеплановые проверки провели в более чем 50 вузах из 128 по всей стране. В результате 8 закрылись полностью. Жанна Тайтенова, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы. Создай свою историю с новой серией смартфона Рено 5. Это ультратонкий и легкий смартфон, оснащенный камерами, которые позволяют снимать два видео одновременно. С технологией быстрая зарядка 50 ватт Рено 5 заряжается за 5 минут. Всю информацию о новой серии Рено 5 можно получить на официальном сайте ОПА Казахстан. Заболеваемость ковид в мире вышла на плато. Об этом сообщили специалисты ВОЗ. Но радоваться пока рано. Уровень заболеваемости смертности по-прежнему держится на критическом уровне. Почти 5,5 миллионов заболевших за неделю. Когда ждать спада пандемии, что мешает взять ситуацию под контроль, расскажет Елена Меньшова. Главный ньюсмейкер по-прежнему Индия. Суточное число заболевших уже 20 дней. Не опускается ниже 300 тысяч. И это на фоне нехватки лекарств, переполненных больниц и крематориев. За последние сутки погибли почти 4 тысячи больных. В реке Ганг в городе Буксар нашли почти 30 умерших от ковид. Процедура сожжения тел не всем семьям по карману. А в одном из старейших храмов Дели разместился временный ковидный стационар с палатами интенсивной терапии. Но ослабить нагрузку на систему здравоохранения страны пока не удается. Локдаун продлили еще на неделю, до 17 мая. А в США успеху прививочной кампании могут помешать мошенники. Там набирает обороты торговля поддельными справками о вакцинации. Стоимость фальшивого документа на ebay от нескольких долларов до нескольких тысяч. Особенным спросом фальшивки пользуются у антипрививочников. Несмотря на это, в Центре контроля заболеваний планируют привить 75% населения к концу лета. А власти Румынии нашли оригинальный способ завлечь граждан на вакцинацию. Зазывают на прививки в самый знаменитый замок страны – Бран, где по преданию жил граф Дракула. Все, кто пройдет вакцинацию, получат не только специальный сертификат, но и бесплатный билет в музей средневековых пыток. А пока во всем мире дефицит вакцин, 23-летней итальянке достались сразу 6 доз. Медсестра по ошибке вколола пациентки содержимое ампулы, рассчитанной сразу на 6 прививок. Пациентку поместили под круглосуточное наблюдение врачей. Впрочем, подавать в суд на медработников пациентка не собирается. Наталья? Спасибо, Елена. Сразу после выпуска «Информбюро» смотрите продолжение телесериала «Повелитель солнца». Новые обстоятельства и неожиданные признания. Выясняется, что девушка, призрак, который преследует главного героя, сгорела у него на глазах. Так чего же хочет ее непрекаянная душа? Смотрите прямо сейчас. Я с вами прощаюсь до завтра. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова